Здарова всем! В этом видео я покажу, как скрыть описание мода, если вдруг появилась необходимость разыграть своего друга. Конкретно я буду работать с модом From the Fog, который добавляет в игру Херабрина. Кидаю его сразу в общую папку с модами, запускаю Minecraft, чтобы показать. Вот Minecraft запустился, открываю список модов, нахожу здесь From the Fog, интересующий меня мод. Здесь есть баннер в виде PNG файла, также под баннером находится все описание. Название, версия, ID и т.д.т.п. Для того, чтобы все это поменять, чтобы ваш друг не смог найти этот мод в списке и ни о чем не подозревал, достаточно открыть файл мода при помощи любого архиватора. Можно использовать WinRAR, я буду использовать 7-Zip. Открываю, и вот внутри JAR файла показаны все файлы и папки, которые он содержит. Чтобы поменять текст, нужно зайти в папку MetaInf с метаданными и открыть файл mods.tomal любым текстовым редактором. В моем случае это будет VS Code. Открываю, и вот здесь прописаны все значения. Мода ID я не советую другать, потому что из-за этого Minecraft выдаст ошибку, поскольку с этим ID связаны все остальные файлы. Он не вызывает подозрений, вот это название Watch'in. Она никакого особого смысла не несет. Поэтому нужно поменять всего лишь название, Display Name. Следующие три строчки можно удалить, а в авторах указать что-то еще. Ну вот, допустим, у меня будет называться Addon for Industrial Craft 2. Это я удаляю. В авторах я оставляю. Ну, например, Industrial Craft 2 Developer. Я просто не знаю, кто там его разрабатывал. Да и не важно. Описание тоже нужно оставлять и редактировать. Допустим, добавляет супер-квантовый генератор в Minecraft. Все, остальное не нужно трогать. Сейчас еще про баннер расскажу. Нужно выйти, запросить обновление. Жмете ОК. Файл обновился. Здесь это не будет обновлено, потому что нужно перезапускать Minecraft, чтобы изменения отобразились. Возвращаемся выше. Здесь есть png файл, banner.png. Его удаляем. Кидаем сюда любой png файл. Вот у меня был квантовый генератор. Теперь я перезапускаю Minecraft. Также важно, чтобы файл назывался точно так же, как используется здесь. Minecraft загрузился. Захожу в моды. Тот самый From the Fog. Addon for Industrial Craft 2. И вот такое новое описание у него. И ID мода совершенно ни о чем не говорит. Дальше нужно разобраться с ресурс паком. Там еще проще. Это вот здесь. Я уже поиграл с друзьями. Сделал всю баскировку под мод Better Fog. Поэтому у меня ресурс пак для моды на херабри называется Better Fog. С таким вот изображением. Для того, чтобы это сделать, нужно зайти в папку ресурс пак. Ну, по умолчанию здесь уже должен лежать архив на этот мод на херабрино. Открываете его. Здесь будет файл пак.png. Также файл mcmeta. Тоже нужно открыть в любом текстовом редакторе. И изменить описание на... Это уже на что у вас хватит фантазии. Все, так же закрываете, применяете. Закидываете сюда с таким же названием какую-то картинку, которая будет отображаться вот здесь. И все. Мод будет работать только с другим названием. Вот я зашел в свой мир, в котором играл со своими друзьями. Они также ни о чем не подозревали. Здесь установлен мод Cave Dweller. Но он называется Batach. Cave Dweller Spawn Egg. Вот это монстрюга. Эмоции, конечно, у моих друзей были на пределе. При встрече с этим чудищем. А вот и херабрин появился. Вот, пропал. Сейчас будет ставочка с реакцией моих друзей. Я не был шизиком, мальчик. Я не был. Че? Тима, ты пидарашка. Ты все-таки добавил херабрин. Димон. Иди на ты, я в коку. Ну ладно, вот это, Димон. Ну вот это вот что за херня? Ты мне объясни, нет. Твою мать! Димон! Димон готов! Аликсаный! Вот так забавно получилось. Ссылку на сборку я оставлю в описании. В ней уже все готово. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok